Здравствуйте, друзья! Как всегда в это время, в час прямого эфира посвящен женской доле и доле женщин в бизнесе. Я тут Таларсен, и сегодня у меня в гостях генеральный продюсер телекомпании Нью-Медиа Светлана Габония. Здравствуйте! Здравствуйте! Сразу все наши адреса и явки 65 90... ой, 10 99 и 6. Московский телефон код 495. Заходите на сайт finam.fm, на страничку программы в доле. Сдавайте вопросы, делитесь впечатлениями. Я думаю, что сегодня мы подкинем вам поводов для этого. Светлана, у нас с вами на самом деле достаточно общее, по крайней мере, начало пути, потому что вы начали работать в 15 лет как журналист в газете. В том числе. А я тоже в 14 в маминой многотиражке шахтерское слово тоже там писала какую-то пионерскую колонку, тоже закончила журфак МГУ. Расскажите, пожалуйста, ну я пошла по стопам, потому что у меня бабушка писала в газету, филолог, педагог, мама филолог всю жизнь писала, редактировала какие-то там шахтерские многотиражки. Ну и как бы стало понятно, что, в общем, девочки с гуманитарным складом больше деваться ты некуда, кроме как на журфак лучшего университета в лучшем городе страны. А вы тоже, потому что родители занимались гуманитарными профессиями, пошли в журналистику? Нет, мои родители очень далеки от гуманитарных профессий. Мой папа инженер был в тот момент, мама у меня конструктор-модельер. Ух ты! Да, и очень много она мне дала по жизни в плане понимания моды, отношения к одежде, вообще развития вкуса. Но вообще выбор журналистики, он был довольно случайен для меня как профессии, потому что когда после восьмого класса мы с папой сели и начали думать, куда же мы будем дополнительно готовиться... Это поздновато после восьмого класса. Ну, тогда же у нас была десятилетка, поэтому два года до окончания средней школы это было достаточно. То есть вас особо не нагружали репетиторами, какими-то установками, звездой в небе, которую надо достать? Нет, я была достаточно разносторонним человеком в детстве, потому что я много занималась спортом, я играла в волейбол, хорошо бегала на лыжах, занималась музыкой, пела в хоре, рисовала в изостудии, в общем, такая довольно разносторонняя. Я была девушка, и у меня была склонность действительно такая гуманитарная, я бы сказала, что-то я писала. У меня хорошо получались иностранные языки, хорошо, в общем, была литература у меня, поставленный русский язык, и, в общем, всё было так на уровне. Поэтому, когда мы с папой сели однажды и думали, ну какую же Света выберет профессию, я сказала, что ты знаешь, у меня хорошо физкультура идёт, давай я вот пойду в физкультурный институт. Ну и папа сказал, ну что ты там, с ума сошла, потому что туда идут, как правило, в основном мастера спорта, поэтому тебе туда не светит. Ну тогда вот давай что-нибудь выберем, ну математика, физика, химия, биология, она сразу отпадала, потому что не было у меня большой любви к этим предметам, поэтому выбрали иностранный язык, у меня очень хорошо было с немецким языком. Мы выбрали преподавателя из МГУ, с филологического факультета. А Жили в Москве? Ну я вообще живу за городом, по ярославскому направлению, и я там и родилась, и там живу до сих пор. Вот, поэтому, когда наступил момент поступления, я, естественно, выбрала для себя факультет Института иностранных языков и стала поступать. Это был Олимпийский год, но, понятно, если вы помните правила Советского Союза и кругом блат и так далее, и так далее, то придя сдавать экзамен, там было четыре группы. Первая группа выходила с оценками там 5-5-4, вторая группа там 4-4-3, третья группа 3-3-2, и, значит, четвертая группа, где была я, там 2-2-2-3. А сколько человек на место было? Ой, больше сорока. Ого-го. Больше сорока, и мне говорили, ты знаешь, не надо идти на переводческие, надо идти на педагогические, потому что переводческие это вообще там все блатные дети. Ну, в общем, я ощутила на себе это, ощутила, потому что во время экзамена всегда должен вестись протокол, и там должны записываться, соответственно, твои ошибки. Во время моего экзамена этот протокол не велся, и поэтому, когда я получила двойку, была очень расстроена, просто подавлена, можно сказать, потому что у меня было очень хорошо с немецким языком, плюс еще вот такая дополнительная подготовка, мы подали на апелляцию, и, естественно, когда мы пришли на апелляцию, открыли такой же журнал, там протокол почему-то оказался. И там были зафиксированы ошибки, в общем, которые я не делала. Из чего был сделан определенный вывод, но на тот момент я все-таки готовилась по гуманитарным, так скажем, предметам, для того, чтобы поступать в НИЭС. У меня был великолепный педагог по русскому языку и литературе, к которому я ездила в метро Полежаевская. Она тогда сказала, послушай, ты же пишешь, ты вот писала там какие-то во время своей школьной жизни, какие-то заметки в Калининградскую правду, еще там куда-то. Почему бы тебе не пойти на факультет журналистики? Но это тоже ведь был очень модный вуз, и там тоже был конкурс. Да, это был модный вуз, и я, собственно говоря, тогда подумала о том, что, ну да, почему бы и не попробовать. Я никогда... Честно говоря, у нас тогда вообще было очень плохо с профориентацией, да. И профориентация у нас заключалась только в том, что нас, школьников, вывозили на завод, я стояла у станка. У ПК. У ПК, да. Я стояла у станка нашего там завода, и из дюралевых болванок выпиливала вот такие вот дверные ручки. А я чертежницей была. Это было еще менее интересно. Это еще полезно. Не, ни капельки, вообще ничего не осталось. По крайней мере, какое-то пространственное мышление. Но вот выпиливание из дюралевых болванок и ручек для дверей мне, честно говоря, в жизни не пригодилось. Надеюсь, не пригодится. Вот. Поэтому о том, что существует вообще такая профессия, как журналист, я, конечно, в 80-м году даже и не представляла себе. Было модное очень переводчики, потому что все стремились каким-то образом попасть за границу и владение иностранным языком. Тогда это было привилегией. Не то, что сейчас даже уже никто на это не обращает внимания, потому что люди уже не по одному иностранному языку знают. И тогда я действительно попробовала. Я попробовала, но папа всегда ставил для меня очень высокие планки. И поскольку это был Олимпийский год, то все экзамены, они были немножко сдвинуты так по времени. И я, провалившись, можно сказать, в ИНИАС, я еще успевала подать документы в заочный юридический институт. А на журфак уже не успевала? На журфак я уже не успевала. И я не собиралась поступать на юридический. Мне просто нужно было проверить свои возможности. Потому что я же все-таки занималась, но я не дошла до тех экзаменов, в которые хотела бы попробовать свои силы. Ну, я сдала эти экзамены, но, естественно, я не прошла, потому что туда в основном попадали уже люди, которые закончили школу милиции и так далее. Я совершенно не претендовала. В общем, можно сказать, что вы с молодых ногтей уже прошли школу борьбы за свое светлое будущее. Ну, в общем, да. Которая, наверное, очень потом пригодилась в телевизионном пространстве. Оно пригодилось не только в телевизионном пространстве, оно вообще пригодилось в жизни. То есть пытаться, если у тебя закрыта дверь, пытаться зайти через окно, если закрыто окно, найти там, не знаю, какое-нибудь еще бутылочное горлышко. Да, вот это да. Это да. В общем, в итоге я решила, что я действительно все-таки поработаю. Я пошла в издательство «Правда», писала там в «Правдинскую газету», работала в заводской лаборатории, замеряла телуол и вязкость краски. Ой. И после как раз издательства «Правда» я поступила в университет на журфак. Они вам дали какую-то рекомендацию? Нет, они не давали мне рекомендацию, просто у меня уже был стаж работы в профильном, так скажем, заведении. Но я знаю, что прежде чем все-таки стать генеральным продюсером, вы не только ручки выпиливали и вязкость краски замеряли, вам даже удалось еще и поработать уборщицей, помыть полы. Ну да, такое было. Но это было уже... В лихие 90-е? Да, это было в лихие 90-е, когда нам пришлось с мужем и с маленьким сыном вернуться из Грузии, где шла гражданская война, в Москву. Мы приехали практически в статусе политэмигрантов и могли поехать в любую страну, в страну мира. Нам это давало такую возможность. Вот, поэтому нужно было как-то жить, нужно было где-то жить, так скажем, да. И тогда была такая возможность, я помню, как вот Сергей Пенкин, например, он там работал дворником для того, чтобы получить какую-то коммунальную комнатку в коммунальной квартире. Да, а цойка чегаром? Ну, цойка чегаром. Вот у меня была приблизительно такая же история. То есть я работала уборщицей для того, чтобы получить какую-то небольшую комнатку в коммунальной квартире. И территория мне досталась в том доме, где я сама жила. И это было два дома девятиэтажных, три подъезда, 27 таких вот корабельных палуб, огромных площадок, где я... Ну, вы представляете, что такое наши советские на тот момент подъезды. Вот, поэтому где я трудилась. И я помню очень хорошо, как однажды вечером, убирая подъезд, проходил какой-то мужчина, такого алкоголичного вида, который повернулся и плюнул, собственно говоря, вот так вот на меня. То есть даже он не опустился до такой истории, а я вот опустилась. Ну, а потом поднялась очень высоко, об этом после новостей на Финаме. Оставайтесь. У нас в гостях генеральный продюсер телекомпании Нью Медиа Светлана Габуния, 65 10 99,6 московский телефон, сайт финам.фм. Заходите на страничку программы в доле. А как случилось, что вы уехали в Грузию? Работать? Нет, я была студенткой университета, и мой сегодняшний супруг, он тоже был студентом московского университета. Мы учились на разных курсах. Я на первом, он на третьем. И после третьего курса мы создали семью, и когда он закончил, я перевелась на заочный, и мы уехали в Тбилиси. К нему на родину? К нему на родину, да. И там у нас родился уже сын. Я заканчивала два последних курса уже заочно. А, то есть вы прям как жена декабриста? Ну, приблизительно так. Ну, наверное, тогда это было скорее таким, как сказать, по социальной лестнице более высокой ступенькой, нет? Там же красота, природа, климат, не знаю. Или все-таки останься в Москве, может быть, как-то проще было жить? Никто не знает, что как бы произошло, потому что не окажись я там, может быть, я не закалилась бы до такой степени. И не приобрела бы тот опыт, который я приобрела там, потому что все-таки для меня, как я не полюбила потом эту страну, то есть я полюбила ее, да, и как бы я ее не полюбила потом... Язык знаете, да? Я начала там говорить на сегодняшний день. Я не утеряла того, что я тогда приобрела, но сейчас я ничего не приобрела нового, понятно, потому что другая языковая среда. Вот, поэтому, конечно, для меня это была чужая страна, несмотря на то, что мы все жили в одной стране, Советский Союз. Это была другая языковая территория, это была другая культурная территория, и мне пришлось много сил эмоциональных потратить для того, чтобы вписаться до такой степени, чтобы стать любимой для друзей, для родственников, для родителей моего мужа в первую очередь. Потому что до того, как мы создали нашу семью, у нас были, так сказать, достаточно драматически развивались наши отношения. Они не хотели русскую невестку? Ну, да, я не хотела этого говорить, но так оно было, были некие предрассудки, и это немножко осложняло наши тогда взаимоотношения, но, тем не менее, любовь и здравомыслие моих родителей победили. Слушайте, ну вот вы ведь не ищете легких путей. Вот слушатели наши, они вот думают, вот человек-то, можно же как-то было попроще все в своей жизни устроить и начинать не так все с таким надрывом, и вот семья, и как бы любое какое-то достижение в нормальной человеческой жизни, оно у вас получается через какое-то вот испытание, через минус к плюсу. В профессиональной деятельности то же самое было? Да, оно всегда так было. Вообще, я считаю, что Господь не по силам не посылает испытаний. Поэтому, если эти испытания были в моей жизни, значит, они были для чего-то. А, ну, обычно испытания посылают тем, кто же что-то добился и немножечко так вот заплесневел в своих успехах, ему тогда стучат по голове, чтобы он вспомнил о том, что жизнь продолжается и надо двигаться дальше. А у вас как-то с самого начала испытания? Испытанием, потому что меня действительно испытывали на прочность. Если у тебя есть амбиции, если ты хочешь чего-то добиться, а давай посмотрим, чего ты стоишь. Вот тебе первое, вот тебе второе, третье, двадцать пятое. Вот. В профессиональной деятельности, да, оно тоже так было, потому что я работала в газете «Молодежь Грузия», когда мы жили в Тбилиси. Газета, это достаточно известность стала после событий, кровавых событий в Тбилиси 9 апреля в 89-м году. Но я всегда хотела работать на телевидении, но у меня это не получилось, когда я поступала в университет, я попала на газетное отделение телевизионное. Поэтому поменяв кардинальную жизнь, вернувшись из Тбилиси в Москву и вот так вот поменяв жизнь свою в социальном плане, вернее в бытовом плане, я решила поменять это и в профессиональном. Поэтому я решила, что с газетами покончено, я пойду работать на телевидении. А вам хотелось в кадр или делать телевидение? Поскольку вообще телевидение для меня это было вот, а, телевидение, как очень много, да, для... Вершина СМИ. Для многих, да, для многих сегодня. Я тогда еще не понимала вообще, чего я хочу, в кадр я или делать телевидение. Я была журналистом, и поэтому для меня тогда единственное было такое, как реализация, это репортерство. И я пришла репортером в студию Нота Бена. Тогда только-только, по-моему, год или два существовало российское телевидение ВГТРК. И я пришла туда в 92-м году, в феврале месяце, это я очень хорошо помню. Ну и оттуда пошло мое вот такое вот развитие, скажем, профессиональное, потому что у меня не было опекунов, у меня не было, ну, ни в каком смысле опекунов не было. Я пришла туда самостоятельно, пришла я к Сергею Торчинскому, который руководил тогда ТПО «Республика», на собеседование, и он сказал, что же у тебя такой грузинский акцент? И я так перепугалась на тот момент, и я думала, ну всё, теперь он вот скажет, у тебя такой грузинский акцент, и я тебя не возьму в кадр. Я начала потом задуматься, почему же у меня такой грузинский акцент, и я поняла, что когда я жила в Грузии, мне приходилось думать над тем, как правильно выстраивать речь, да, чтобы оставаться как бы в своем вот поле грамотности, потому что, ну, там, понятно, с окончаниями, со стилистикой и так далее. Вот, и я поняла, что когда я начинаю задумываться уже, находясь в Москве, как правильно стилистически выстроить фразы, вот тут у меня появляется акцент. Когда я там пою песни, читаю стихи, вот этих акцентов нет. Вот, но тем не менее я попала на работу, и вот здесь вот, собственно говоря, с этого момента началось моё развитие. И меня бросили, как такого котёнка в такую бурную реку, то есть вот выплывешь-выплывешь, ну, не выплывешь, ну, извини. Помните своё первое задание журналистов? Помню, помню. Это я должна была собрать аудиторию для ток-шоу «Стенка на стенку». Это было между вот нашей, как бы, программой, да, Нота Бена, и, по-моему, это была газета «День» и независимая газета. Был Проханов и Третьяков, если я сейчас не ошибаюсь. И я должна была собрать аудиторию. Поскольку снимали мы на Шаболовке, самая близкая точка к Шаболовке, это было моё общежитие, где я жила, будучи студентом. На Шверника. Да, в Дасе. Да, легендарный. И, соответственно, я поехала туда, там была как раз сессия для заочников, там было очень много иногородних людей, и я очень хорошо ориентируясь в этом общежитии, соответственно, стучалась там в каждую дверь и говорила, а не хотите ли вы прийти сниматься в программе? Вот это было моё первое задание. И когда уже непосредственно был эфир, я должна была прочитать какую-то статистику там в промежутках, да, и я помню вот этот ком в горле. Я никогда до этого не выступала публично. И я помню вот это вот дрожание в руках, ногах, там, и вот это вот дрожание в голосе, когда мне нужно было прочитать там пять строчек, это было ужасно. Вы находились практически, ну, в начале российского, современного российского телевидения. Как, в какой момент вы перестали быть, скажем так, ну, подчинённым и стали превращаться в продюсера, в человека, который управляет процессами и подчинёнными? У меня так сложилась профессиональная жизнь, что, как правило, надо мной вот не было вот таких начальников, которые бы мне говорили, делай так или делай сяк. Я достаточно самостоятельный человек с самого детства, с тех пор, как меня родители переводили через дорогу, там, ведя меня в детский сад, они переводили меня через дорогу, сами шли на автобусную остановку и бежали на работу, а я оставшийся путь шла одна. Или они там могли меня посадить в поезд, и я там могла доехать до определённой точки. Поэтому, поскольку они видели мою вот эту самостоятельность, то никто мною не управлял. Поэтому можно сказать, что даже будучи автором программы там или корреспондентом, я сама управляла процессом. Моя задача была найти героя, соответственно, сделать программу и сдать её там своему руководителю. То есть вы сами монтировали? Да, я и сама монтировала, но не могу сказать, что я монтировала, тогда это был, сейчас цифровой монтаж, тогда это был линейный монтаж, да, то я там предмастер, например, черновой собирала сама. И вообще здесь вот сам танцую, сам пою. То есть я была и редактором, и автором, и ведущим, и, в общем, не будучи режиссёром, какие-то режиссёрские там ходы для себя придумывала. А сейчас, даже являясь там продюсером, я иногда для своей же группы могу быть и водителем. В общем, нет здесь ничего такого. В программе с доктором Брантом вы были коммерческим директором. То есть это уже финансовая деятельность, и вы ведь получили степень MBA. Да. Это было уже, когда вы стали коммерческим директором, или зачем вам понадобился MBA? Это же так нетворческий. В общем, да, это нетворческий, но к 2000 году я поняла, что у меня есть, ну, во-первых, я предпринимательской деятельностью занимаюсь уже лет 25. И она всегда шла, ну, во-первых, первые деньги я заработала там в 14-15 лет, да, продавая яблоки и помидоры. Во время школьных каникул тогда меня научили обвешивать, обсчитывать, я много чего поняла из этой жизни, но зато тогда я поняла, что такое твои личные деньги, да. И когда я была студенткой, соответственно, я не могу сказать, что я была круглой отличницей, у меня там были и троечки, соответственно, раз были троечки, то ты не получал стипендии. Да, да там не то, что повышенные, вообще никакую, а жить надо было. У родителей денег я брать не могла, всё, что тогда мои родители, как среднестатистические слушающие могли мне дать, это было 3 рубля, поэтому я тогда ещё занималась, как тогда это называлось, фарцовкой, да. Ой, да вы что, на Арбате? Нет, не на Арбате. В нашем общежитии было очень много поляков, которые привозили много польской косметики, бижутерии, джинсов и много-много чего, поэтому я брала эти вещи, приезжала к себе в город, шла в мясные магазины, к мясникам. Понятно, что самые большие деньги были на тот момент у них и предлагала им этот товар, поэтому, когда моим родителям, их совместной жизни там было 25 лет, у них была серебряная свадьба, я могла себе позволить купить, скупить все тюльпаны на рынке и принести им в подарок огромную вот такую корзину с тюльпанами. Вот, поэтому здесь потеряла я мысль. Вы говорили о том, что и на протяжении всей своей творческой телевизионной деятельности... Коммерческий директор, да. И поэтому к 2000 году я поняла, что помимо того, что у меня есть профессия, у меня есть еще и желание делать что-то большее. И я пошла вот в MBA. Это была Плехановская академия. Я хотела, наверное, чему-то научиться. Мне вот хотелось чего-то большего, но я не понимала на тот момент, что. И когда я начала учиться, я поняла, для чего я все-таки сюда пришла, потому что уже был опыт, был опыт предпринимательский какой-то такой минимальный, да, и опыт профессиональный. И на тот момент я аккумулировала инструменты, да, то есть вот я аккумулировала, собрала воедино весь свой опыт и поняла, куда мне идти дальше. И когда мне предложили делать программу с доктором Брантом, то мне сказали, что вот хочешь, можешь продавать рекламу, так скажем. И вот начав продавать рекламу в этой программе, я выросла до коммерческого директора и вела этот проект 10 лет. 10 лет он был очень финансово успешным. Да, но это все равно пока не объясняет для нас, для меня и для слушателей, как от этой точки А вы пришли в точку Б к созданию собственных телеканалов в рекордные сроки. Об этом после новостей на Финаме оставайтесь в доле. С нами генеральный продюсер телекомпании Нью-Медиа Светлана Габуния, 65 1099,6 московский телефон, сайт финам.фм, заходите на страничку программы в доле. Все-таки вот человек телевизионный, сужу по себе, по большей части, особенно творческий человек, который закончил факультет журналистики, а не какой-нибудь там, не КВН, например. Это человек-вагончик. Это человек, который, он творит, он искрит, он играет, он блистает, он может сам собрать программу, написать сценарий, все прочее, прочее, но не продать это и не управлять процессами глобальными в телевидении. Вам удалось из вагончика стать паровозиком, я так это называю, да, то есть вы стали тем человеком, который, собственно, делает телеканалы. Это МБИ вас вдохновило или просто вот так сложилось талант такой? Как вам вообще, понимаете, вот это вот все, я пытаюсь понять, как это на себя взвалить, это же, ну, хорошо бы один канал, восемь. Ну, я никогда не задумывалась о том, там, сложно это или не сложно, я просто ставила перед собой цели, там, шла и делала. Еще в 92-м году, когда я первый раз пришла на телевидение, мне не нравилось то, что я делаю, несмотря на то, что я добилась того, что я попала в итоге на телевидение, мне не нравилось то, что я делала. Мне не хотелось копаться в грязном белье политических вот этих вот всяких передряг. И я тогда спросила, просто озвучила вот так вот в пространство, а почему нет телеканалов по интересам? Если мне интересна музыка, почему нет только музыкального? А это 92-й год. Если мне интересна рукоделие, почему нет рукодельного? Если нет там, если мне интересно там еще что-то такое вот... Кулинария. Кулинария, да, я вот хочу. На тот момент не было, но я не думала, что в 2004-м году я буду одним из первых специалистов на телевидении, который начнет делать первые русскоязычные каналы в нашей спутниковой системе. Но так сложилось. На тот момент уже существовала платформа НТВ+, у них были русскоязычные каналы, но в основном это была такая сборка из фильмов. То есть было наше кино, там был футбол, ну то есть были русскоязычные каналы. В основном каналы были те, которые приходили к нам, зарубежные телеканалы. Сначала они были в своей языковой версии, а потом уже в русскоязыковой версии. И вот тогда мне предложили, я все-таки делала вот эту программу без рецепта с доктором Брантом достаточно давно, у меня был очень широкий круг, и мне, я имею в виду широкий круг знакомых в медицинской тематике. И мне тогда сказали, ты знаешь, вот есть в плане, так, стрим хочет запустить, платформа Стрим ТВ хочет запустить телеканал про здоровье, здоровое телевидение. Ну, это мы его потом так назвали, в общем-то, телеканал по медицине. Возьмешься? Возьмусь. И несмотря на то, что я никогда не делала каналы, я делала программы, и я вообще тогда не представляла себе, как это все существует. Это другая профессия. Абсолютно другая профессия. Тем не менее, я вот решилась на это и подумала, а почему нет? Вот я же когда-то спрашивала себя, да, почему нет вот таких вот тематических каналов. Ну, вот вам, пожалуйста, запрос есть, берите, делайте. И действительно, мы собрали небольшую команду на тот момент, там был, наверное, человек семь, как сейчас помню, ноябрь месяц, 2004 год, и мы начали обсуждать, как все это сделать. Мы очень много дров наломали, конечно, безусловно, несмотря на то, что мы обращались к международным каналам, спрашивали их опыт, как это, как сетка строится, какая должна быть повторяемость программ, сколько нужно оригинальных часов в год, чтобы не раздражать зрителей повторяемостью там, да. Сколько всего, ну, 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 просто. А канал круглосуточный сразу? А канал круглосуточный, конечно. С техникой было не все понятно, там, цифровая она должна быть или не цифровая. В общем, очень много мы дров наломали. И целый год я сама лично ручками вбивала сетку вещания для того, чтобы понять принцип работы. Сегодня это делают у меня специально обученные люди, но зато, глядя на эту сетку, я понимаю, почему они сделали так или не иначе. Для этого мне нужно было пройти этот путь. А в чем были, какие были ошибки? Это были бизнес-ошибки или это были маркетинговые какие-то промышки? Именно в создании телеканала, ну, много чего, потому что не было, во-первых, не было исследования, для кого мы делаем этот телеканал. В соответствии с этим ты не мог понять, правильно ли ты верстаешься в сетку, каким образом, в каких тайм-слотах ты должен ставить те или иные программы. Ты ставишь линейку, условно говоря, там, для женщин, ожидающих ребенка. Куда его ставить? Утром, вечером? Когда они смотрят телевизор? Когда они смотрят телевизор? Там, допустим, есть программа про здоровье для людей 45+. Когда они смотрят это? Интересно ли им это вообще? И очень много приходилось тогда преодолевать таких препятствий, как продвижение каналов в сети кабельные. Потому что у нас в основном владельцы сетей – это мужчины кабельных сетей. Мужчины, как правило, о здоровье не думают, не заботятся до первого петуха. И поэтому объяснить им, чем полезен этот канал «Здоровое телевидение» было очень сложно. А как объясняли? Чем аргументировали? Аргументировали тем, что, ну, посмотрите, кто у вас находится в семье. У вас же есть жена, правильно? Правильно. У вас рождаются дети? Рождаются. Они болеют? Они болеют? Болеют. Их надо вскармливать грудью или не надо? А если надо, то как? Если не надо, то почему? У вас родители в каком возрасте? Они болеют или не болеют? У вас дети подрастают? Вы всё психологически про них знаете? У вас какие с ними взаимоотношения? То есть вот такими примерами на пальцах из их личной жизни приходилось объяснять и говорить о том, что, ребята, это нужно, это важно. И вот так потихоньку-потихоньку за определенное время мы набрали тогда 6 миллионов абонентов. Но тогда и каналов было порядка 80. Это сегодня их больше 320, по-моему. 320 телеканалов у нас присутствуют на российском рынке. Как создавалась Нью-Медиа, и когда вы поняли, что, в общем-то, нишевое телевидение — это и есть ваше профессиональное предназначение? Ну, вот, как я уже сказала, в 92-м году у меня сформировалась мысль, то есть запрос я такой вот дала, да? А вот в 2004 году мы и начали это делать. Можно было сказать, о, господи, нет, все, я сделаю это здоровое телевидение, больше не хочу. Нет, а через год мы запустили второй канал, он назывался «Усадьба», потом еще был канал «Ретро». А в 2008 году, когда наступил кризис, в общем, мы лишились этого заказа, потому что мы делали это по заказу АФК-системы, по заказу платформы Stream TV. И тогда мы поняли, собственно говоря, ну, а что, почему мы не можем делать все то же самое? Для себя. Для себя. Но на тот момент не было денег, потому что телевидение — достаточно дорогое удовольствие. Но нам повезло, и к нам обратилась одна французская компания, компания «Лагардер», которая сказала, ребята, мы бы хотели попробовать сделать с вами два канала «Тяжи и Гули». «Тяжи и Гули» — это французские телеканалы, но мы их здесь адаптируем для российского зрителя, то есть переводим на русский язык, дублируем это все. Детские каналы. Детские каналы, да. Дублируем, делаем компьютерную графику и много-много чего. А вот в 2009 году вдруг к нам пришли люди и сказали о том, что, вы знаете, нам нужен ваш опыт запуска спутниковых каналов, нам нужна ваша студия, нам много чего нужно от вас. А что это они хотели? Они хотели предложить нам делать, собственно говоря, каналы, которые бы на тот момент спасли некую бизнес-историю для одной из вещательных платформ. И сложился у нас такой альянс, то есть была вещательная платформа, был банк, который судил нам денег, дал денег нам в кредит, и вот, собственно говоря, производственная студия. Такой маленькая, такой уже не маленькая, но все равно небольшой компанией, как Нью-Медиа, довольно сложно было бы выжить на рынке, делая что-то самостоятельно, без чьей-то помощи, если бы не было вот такого альянса. Потому что вы понимаете, на сегодняшний день существуют те игроки, которые существуют на рынке спутникового телевидения, это монстры. Да, это и первое цифровое телесемейство, это и телеканалы семейства ВГТРК, это уже и Red Media, это уже там много-много-много чего. И у Триколора уже есть там пол своих. Поэтому здесь, да, довольно сложно это все было делать, но мы решили, что мы справимся, и за два с половиной месяца мы запустили три телеканала с полным компьютерным пакетом, с авторской музыкой. Правда, это вот, я всегда говорю, что это тянет на книгу рекордов Гиннесса. Да, три канала за два с половиной месяца, это просто как-то совершенно немыслимо. Да, то есть 15 января... Мы жили на работе. Мы жили на работе. Но если бы у нас не было того опыта, который мы приобрели, запуская два французских и три российских канала, вряд ли мы бы справились с этой историей. Это каналы успеха? Это каналы здоровое телевидение, это канал загородная жизнь, это канал мужской, бизнес-телеканал успеха. Сегодня вы сказали о том, что существуют монстры в цифровом телевидении, но монстры существуют и во всем остальном, и в аналоговом телевидении. По большому счету, нишевое телевидение, в отличие от Запада, у нас все-таки еще очень и очень таким особняком стоит. И массовый зритель, я не знаю, хотя, видите, вы исчисляете аудиторию миллионами, но все равно есть ощущение, что зритель все равно смотрит только первые три кнопки. Нужно эту ситуацию менять? Или достаточно, вот там, вот есть у нишевого канала аудитория полтора, два, три миллиона человек, и этого вполне довольно? Хотим мы менять эту ситуацию или не хотим, она изменится без нашего участия, так скажем. Каким образом? Ну, просто начнем с того, что, например, в Америке тематическое телевидение, оно вообще существует с конца 40-х, начало 50-х годов. И там сотни ведь тоже каналов. Да, там очень много телеканалов. Если там говорить про Европу, то это там где-то конец 60-х годов. Мы на эту стезю там вступили в конце 80-х, да, с большим отставанием. Но столько телеканалов, сколько есть сегодня на российском рынке, нет ни в одной стране, ни в одной стране мира. То есть вот у нас там 320, да, а, ну не знаю, там в Англии их, может быть, там 5-7. Слушайте, но ощущение-то все равно, что смотреть нечего. Да, есть такое ощущение, потому что сегодня, сегодняшний зритель, он действительно довольно мобильный. Мобильный во всех смыслах, как в передвижении, так и в мультиэкранности, да. То есть люди могут смотреть телевизор, одновременно могут открывать какие-то свои там планшеты и другие девайсы, и еще смотреть информацию, которую вдруг они сейчас услышали по телевизору, и тут же искать там ответы на определенные вопросы. Поэтому говорить о том, что как бы телевидение федеральное, вот как мы привыкли, да, вообще немножко, конечно, телесмотрение на федеральном телевидении понизилось, потому что люди понимают, что времени у них не так много, а они все-таки хотят не просто шоу какие-то, а они хотят какую-то экспертную информацию. Поэтому за экспертной информацией, за экспертной оценкой они идут на тематические каналы. И развлекаться, собственно говоря, можно на тематических каналах больше. И для этого сейчас существует масса возможностей, и все платформы, которые сегодня являются контент-агрегаторами или предоставляют те или иные услуги, они стараются все-таки, да, делать все для того, чтобы человек имел возможность развлекаться с помощью тех или иных платформ. И сам себе выбирать, что смотреть. Вот для меня еще загадка, почему большие телеканалы, может быть, вы это объясните мне и слушателям, запускают аналогичные шоу. Вот здесь такое ток-шоу, здесь такое же ток-шоу, здесь звезды на льду, здесь звезды на льду, здесь танцуют, здесь скачут и танцуют. И не очень понятно, зачем. Я тоже, честно говоря, не совсем понимаю, для чего нужно вот такое контрпрограммирование. Я бы с удовольствием задала этот вопрос. Тогда о нишевых каналах продолжим после новостей на Финомет. У нас в эфире генеральный продюсер телекомпании Нью-Медиа Светлана Габуни, уникальный человек, который ухитрился за 2,5 месяца запустить 3 телеканала успешных, которые вполне действуют сейчас, и вы можете смотреть их на НТВ+, да, и через Триколор? Нет, на НТВ+, на Континент ТВ, в Акадо, в МТС, в Билайн, ну, в общем, практически во всех сетях. Это канал успех, канал мужской и загородная жизнь. Но я знаю, что в вашем пакете есть еще вкусные, нишевые телевизионные истории, а вы их отложили просто потому, что не время, или не позволяет рынок запустить еще там несколько новых каналов? Вы знаете, нет, наверное, пока я сейчас повременю с запуском новых телеканалов, я ушла немножко как бы в другую сторону профессиональную, начала развивать как бы свою компанию немножко в другом направлении, потому как рынок сегодня перенасыщен, правила игры не совсем еще устаканились, и каналов возникает каждый год гораздо больше, чем на сегодняшний день может переварить транспорт. То есть транспорт, я имею в виду способ доставки, и вообще емкость тех сетей, которые у нас сегодня существуют на нашем рынке. Поэтому я на сегодняшний день создала, это одно из достижений, наверное, прошлого года, я создала совместное предприятие с крупной международной компанией, которая занимается дубляжом. Я пока не могу назвать, как она называется, да, потому что... Это уже замечательно. Потому что 1 июня будет официальный пресс-релиз, и тогда я уже смогу сказать, как называется эта компания. Но вот, собственно говоря, штаб-квартира этой компании находится в Лос-Анджелесе, у нее порядка 30 офисов по миру, где они создают различные языковые версии, и только в России они создали совместное предприятие со мной, с компанией New Media. Слушайте, ну это очень интересно, почему я аруа, потому что в моей жизни было несколько опытов озвучания кино, сериалов и мультфильмов, и я вот поняла, что, например, для меня это гораздо интереснее, чем сниматься в кино. Это просто совершенно изумительный вид деятельности, в котором тоже нужно многому учиться, быть профессионалом, и я, по крайней мере, научилась слышать сейчас, когда это сделано хорошо и классно, и ты не замечаешь, и человек входит, да, когда вот, и как правило, когда это сделано на коленке, и мешает тебе смотреть кино. Это правда. Хотя, с другой стороны, извините, что-то сезонная замучила инфлюенция, с другой стороны, казалось бы, народ должен наш расти, смотреть фильмы с титрами, но мне кажется, русский человек никогда до этого, ну вот так, как европеец, не дойдет смотреть кино на японском языке, с английскими титрами или с русскими. Ну, не знаю, для меня всегда важна атмосфера, поэтому, когда актер приходит в студию, и он погружается вот в этот образ, он его рисует интонациями своего голоса, красками своего голоса, то тогда ты совсем по-другому воспринимаешь картинку, согласитесь. Да, у нас же есть истории, когда Караченцев сделал Бельмондо, и Фантомас тоже говорит совершенно другим противным голосом в оригинальной французской версии. Я согласна. Это тоже будет семейный бизнес? Ну, естественно, потому как Нью-Медиа — это отчасти семейный бизнес, потому что не могу сказать, что мы являемся сейчас владельцами, да, мы совладельцы теперь уже вот при вхождении других акционеров, а Нью-Медиа, компания Нью-Медиа, она является акционером вот этой новой международной компании. Да, это семейный бизнес в том числе. Но вот вы со своим сыном Гурамом много лет работаете бок о бок в одной компании. Это потому что вам его было жалко оставлять один на один, и вот так вот как вас бросать котенком и выплывать? Или действительно у него просто есть какие-то уникальные качества, которые помогают вам и развивают этот бизнес? Ну, у него действительно есть набор качеств уникальных, которые помогают мне развивать этот бизнес. Ну, простите, вот он с вами в бизнесе партнер или все-таки сын? Нет, он партнер. Он партнер, и я хочу сказать, что ему досталось больше, чем досталось всем другим сотрудникам нашей компании, когда он пришел, закончив университет связи и информатики. Он вообще не имел никакого отношения к телевидению, но он достаточно креативный человек, и поэтому вот канал «Успех» в том виде, в котором он сегодня существует и развивается, и я надеюсь, будет дальше развиваться успешно, это заслуга Гурама и его команды, ту команду, которую он собрал вокруг себя. Но досталось и достается ему гораздо больше. И порой я делаю это сознательно, потому что я понимаю, что если я сегодня ухожу развивать другой бизнес или другую составляющую нашего общего бизнеса, то кто-то тот должен оставаться на хозяйстве. И поэтому, чтобы его подготовить к этому, его нужно бросать так же, как котенка, вот в этот вот водоворот событий, взаимоотношений с контрагентами, с партнерами, ну и вообще с рынком. Вы говорили о том, что платформами вещательными в основном управляют мужчины, и вам приходилось их каким-то образом вообще вытаскивать из их мужской скорлупы и показывать им немножечко, что мир немножечко объемнее. Но ведь и большими каналами тоже в основном управляют мужчины. Редко где женщина, как серый кардинал, там может тоже иметь серьезное влияние. Вам сложно с ними взаимодействовать и общаться? Да, и есть ли какой-то, что такого уникального женского может такой человек, как вы, привнести в телевизионный бизнес? Ну, на самом деле, я бизнес не делю по гендерному типу, да, то есть на мужчин и женщин, потому что, ну, это как, бизнес — это как дорога, да, по которой ты едешь. Всегда есть другие участники. Они могут быть на крутых тачках, они могут быть на самосвалах, ты можешь ехать по плохой дороге, спотыкаться, проваливаться и так далее. И это все равно, кто это, мужчины или женщины. Да, но тем не менее, баба с возу, как вы делаете. Всегда. Вот. Но женский бизнес, мне кажется, он бывает разный, все зависит от личности. Поэтому здесь лично я, когда вот делаю что-то, я все-таки стараюсь привносить что-то больше образовательного, потому что я понимаю, что сегодня образовательных вещей на нашем большом, так скажем, федеральном телевидении практически нет. У нас ведь на журфаке учили, что функция журналистики не только развлекательная, но еще информационная и образовательная. Образовательная. Вот я стараюсь, да, вот эту вот функцию, да, выполнять образовательную. Именно по этой причине на канале «Загородная жизнь», например, очень много мастер-классов, которые можно делать в семье, там с детьми, там очень много кулинарных мастер-классов. На канале «Мужской» тоже есть прикладные программы, как построить дом, там не знаю, как сколотить скамейку. А канал «Успех» — это вообще целиком инструментальный канал, потому как я сама как предприниматель, которая столкнулась с очень большими сложностями, да, вот в становлении своего бизнеса, потому что я очень много чего не знала и приобретала это вот таким опытным путем, то я понимаю, что на сегодняшний день очень важно, чтобы наши молодые люди, заканчивая школу, заканчивая вуз, не стремились идти в чиновники, а все-таки, наверное, думали о том, чем они сами себе могут помочь в этой жизни. Чтобы они не говорили, что государство мне должно, нам государство ничего не должно. Мы сами должны что-то делать для себя. И поэтому, если мы говорим о том, что в Европе и в Америке 18% ВВП — это государственные организации и 80% — это частное предпринимательство, то в России наоборот. И вот мне с созданием канала «Успех» очень захотелось помочь таким же предпринимателям, как я, которые сегодня думают, но просто не знают, как. И вот это вот миссия, наверное, такая образовательная. Слушайте, вот, мне кажется, это действительно то, что отличает одних людей от других в телевидении. Это ощущение миссии. Кто-то приходит просто заработать денег и может это сделать быстро, любой ценой, а кому-то очень важно оставить по себе какой-то хороший след. Вот почему вас не устраивает просто зарабатывание денег? Это же проще. Ну, наверное, приходит какой-то момент в жизни, когда ты понимаешь, что тебе нужно для того, чтобы иметь качественное существование. Вот ты же не можешь там всё унести с собой в конце своей жизни. Мы вот буквально пример с нашим очень известным одним соотечественником. И поэтому для того, всё, что я хотела для своей качественной жизни, на сегодняшний день я имею. Поэтому пришёл такой момент, когда захотелось уже что-то отдать. Отдать другим людям. И поэтому, например, канал «Успех» мы на сегодняшний день, это социальный проект. В прошлом году мы получили за него как лучший социальный проект России. Это было очень приятно находиться в такой небольшой компании «Нью-Медиа» среди таких огромных компаний, как «Лукоил», «Вимбельдам», «Уралсип» и так далее. Что мы вообще создание канала «Успех» на сегодняшний день датируем из средств собственной компании. И вообще я вот, если позволите, призову там всех, наверное, предпринимателей каким-то образом иметь вот такую социальную ответственность. Если вы хотите, чтобы наша страна развивалась цивилизованно, чтобы экономика шла вперёд, то, может быть, наверное, надо задуматься о том, чтобы обучать наших молодых людей предпринимательству, где-то начиная со школьной скамьи, и говорить вообще, что такое предприниматель. Потому что предпринимательство — это состояние жизни, это состояние духа. Это ответственность. Ну, это и ответственность, это стиль жизни. На самом деле для меня это стиль жизни. И мы каналом «Успех» сейчас пытаемся как бы донести вот этот месседж до нашей аудитории, что предпринимательство должно стать модой. Это должно быть стилем жизни, чтобы люди понимали, что счастье не только в зарабатывании денег, но и ещё вот в том, чтобы что-то делать лучше вокруг себя, пусть это даже будет там на пять метров вокруг тебя. И когда я слышу интервью сегодня, о чём вообще говорят молодые люди на наших каналах... Они все хотят быть звёздами? Нет, они вот те, которые сегодня создают бизнес, и 18 лет, и 20-25 лет, они говорят, что, вы знаете, это кайф быть свободным, это кайф действительно делать мир вокруг себя лучше. И когда я это слышу, я понимаю, что вот ради того только, чтобы услышать эти слова, стоило создавать канал «Успех». Спасибо огромное, Светлана Габуни, генеральный продюсер телекомпании «Нью-Медиа», социально ответственный человек была вдоль Астута Ларса. Спасибо.